Продолжаем обзор на велике Спешлайз. Сегодня у нас в обзоре велосипед Спешлайз Диверч И5 Комп. Это шоссейник такой для российских реалий, для наших дорог. Шоссейник, который подготовлен лучше других. Лучше, чем, наверное, любой другой шоссейник для того, чтобы передвигаться по нашим дорогам, на которых будут швы выбоины и куча всяких других проблемных мест, с которыми обычному шоссейнику будет не справиться. Начнем обзор мы с сиденья. Здесь установлено сиденье Спешлайз Дупе Спорт. Такое базовое шоссейное сиденье, изготовленное из очень износостойкого материала, который вы можете кататься много лет каждый день, и оно не потеряет свои свойства. Естественно, это анатомическое сиденье из серии Бадди Джеометри. Самой главной фишкой диверджи является то, что здесь в штоке установлен амортизатор. То есть получается, что при педалировании энергия у вас не уходит в подвеску, потому что колесо закреплено жестко. Но, тем не менее, вам мягко ехать на этом велосипеде. Технология была презентована Спешлайз пару лет назад. В комплекте, у нас здесь все перемотано, так чтобы не потерялось, есть разные пружины по жесткости, чтобы вы могли подобрать жесткость этого амортизатора небольшого под свой вес. И на раме здесь приклеена подробная инструкция, как это все сделать. Ну, либо вы можете при покупке попросить нашего механика подобрать под вас вес. Механики у нас прошли обучение Спешлайз, и они полностью подготовлены к таким задачам. Спереди у нас установлен Спешовский баран, группсет, как я уже сказал, здесь 105-я Шимана, два сзади, один спереди, то есть это группсет у нас 2 на 11. Все рубашки Спеш ставит, кстати, Джагуайр, такая контора, которая специализируется на производстве рубашек. И здесь все-все-все рубашечки Джагуайровские. Это очень важно, потому что в них тросик вообще не чувствует сопротивления и идеально переключается. Установлена карбоновая вилка с внутренней проводкой, с креплением для переднего багажника. Спереди установлена карбоновая вилка под ось. Также здесь есть крепление для переднего багажника, если вы вдруг решите, что вы спереди хотите возить сумку. Боковые сумки устанавливаются как раз вот под эти крепления. Также флет-маунт крепления для тормоза, чтобы сэкономить дополнительный вес, который тратится при пост-маунт креплениях, который тратится на том, что добавляется отдельный переходничок. Это сделано для того, чтобы сократить, максимально сократить вес. Ну и, конечно, ТРП-шные механические тормоза. Их главной особенностью является то, что подвод колодок осуществляется с двух сторон. То есть не как на обычной механике поджимается только одна колодка и загибает диск в сторону другой, а именно подвод двух колодок с двух сторон. Также ТРП-шные диски с вот такими вот грязеотводами. То есть если грязь вдруг попадает, ее выкидывают центром стремительной силой. Широкие обода. Это очень необычно для шоссейного велосипеда. Но так как мы говорим, что этот велосипед для русских дорог, то это объясняется тем, что они держат больше удар, и в них можно поставить покрышку пошире. Сейчас, кстати, в ходе последних исследований уже доказано, что в идеальных условиях можно использовать шоссейники на узких покрышках. Если же мы говорим об условиях реальных, то пришли к выводу тому, что широкие покрышки позволяют сохранить комфорт и обладают тем же КПД, что и узкие. То есть за счет этого повышается комфорт. И так как понимают, что это будет для передвижения по дорогому общему пользованию, конечно же, есть светоотражающая полоса на покрышках. Рама, естественно, с внутренней проводкой. И здесь вот такая специальная выемка, сделанная именно для установки переднего амортизатора. Фишка этого амортизатора в том, что при катании колесо все так же жестко едет по дороге, но у вас все неровности и амортизируются как раз вот этим вот маленьким-маленьким амортизатором. Это очень крутое изобретение спеша. Я считаю, что для шоссейника ничего лучше еще пока никто не придумал. Хотя два дня назад Спешалайст сделали презентацию своего шоссейника, у которого эта система уже не механическая, а там есть гидравлический демпфер, то есть там уже будет масло. Но об этом попозже. Надеюсь, когда-нибудь он появится у нас в магазинах, но стоит он просто космос. Спереди у нас установлена пресс-фит-каретка с внешними чашками и двойник от компании Praxis. Это ателье Praxis занимается выпуском легких шоссейных систем. Очень жестких при том. Сзади установлена очень необычная для шоссейников кассета, потому что максимальная звезда здесь 34-я. Как раз этим производитель нам показывает, что это не просто шоссейник, а это шоссейник, на котором без проблем можно съехать с дороги на гравий, на грейдер и передвигаться все с тем же комфортом за счет того, что здесь есть спереди амортизатор спеша. Если вы хотите себе шоссейник на каждый день, шоссейник, на котором вы сможете ездить не только по какому-нибудь идеально выбранному маршруту, а рубить там куда-нибудь за город через шоссе с выбоинами, с какими-то стыками, то этот велосипед он идеально для вас. Вы абсолютно не почувствуете на нем дискомфорта и какой-либо усталости. Ну и подытоживая каждую особенность этого велосипеда, сидение Tupé Sport, Future Shock спереди для амортизации, карбоновая вилка, внутренняя проводка, флэт-маунт-тормоза, колеса на промах на широких ободах, дисковые тормоза с двойным подводом колодок, двойник спереди, 11 сзади с большим диапазоном для того, чтобы можно было ехать по любому покрытию, съезжать с шоссе. Ну и офигенная двушка от Praxis, очень легкая и жесткая на каретке PressFit. В общем, идеальный шоссейник для России. У нас в магазине представлены модели разных ростовках. Для того, чтобы вы могли подобрать под себя ростовку, а комплектацию, в случае, если у нас ее нет в наличии, вы могли бы заказать, и мы ее довольно быстро привезли бы вам из Европы. Сейчас мы кратенько пробежимся по более младшим моделям велосипеда Diverge. Это Diverge Light или Elite, кто как называет. Здесь все та же карбоновая вилка с внутренней проводкой, с креплением для переднего багажника. Тот же виллсет на промах, Аксис на широких ободах. Но под флэтмаунт здесь установлены уже тормоза от Tektra, где подводится только одна колодка с одной стороны. То есть чуть менее эффективное торможение. Все так же установлена двушка спереди от Praxis на внешних подшипниках, которые впрессовываются. Но группсет уже установлен Tiagra. То есть сзади у нас 10 скоростей, и у нас получается 2 на 10. Ну и нет главной особенности более старшей модели, это фьючер-шок спереди. То есть амортизации спереди не будет. Вот, собственно, в чем различие. Ну и разница в 40 тысяч в цене. Тут надо решить, готовы вы за дополнительный комфорт при катании заплатить эти деньги или нет. Но решать уже вам. А наши продавцы всегда вам подскажут и помогут определиться с моделью. Как и на все остальные рамы от Specialized, на раму Diverge действует пожизненная гарантия. А на компоненты гарантия от полугода в зависимости от производителя. То есть на компоненты действует гарантия у производителя этих запчастей. В общем, если вы хотите шоссейник для наших дорог, то серия Diverge это то, что вам нужно. Субтитры создавал DimaTorzok